Вы знаете, география нашего кривого зеркала постоянно расширяется. В нашем театре есть представители практически всех уголков России. У нас есть представители Кавказа. Есть представители Украины. Да, я даже могу теперь говорить ритмой мовы, да? Да все разумеют и так. И знаете, у нас сегодня такой непростой день. Я бы даже сказал премьера. И не просто премьера, а где-то даже экзамен. Потому что сейчас на эту сцену выйдет... Ах, как он волнуется сейчас за кулисами. Карен, ты знаешь, я думаю, даже не выйдет. И так волнуется, что ее, наверное, вынесут. Я помню, когда первый раз снимался на телевидении, так меня так трусило, что я на экране двоился потом. Да ладно, о чем ты говоришь? Он же не новичок. Он у себя в Узбекистане звезда. Его знаешь, как любят? Да на его концерты огромные толпы людей приходят. У него что, так много родственников? А я слыхал, Карен, что в Узбекистане люди очень долго живут. Нет, там живут не долго, а медленно. Ну все равно, знаешь, что Узбекистан, а это же Москва. Понимаешь, Москва совсем друге дело. Ну, ты знаешь, какая публика требовательная? Она же воспитана на лучших представителях нашего жанра. И вот поэтому нас, как коренных москвичев, попросили представить публике нового участника «Кривое зеркало». Ну, мы же с тобой коренные, правда? Конечно. Я только регистрацию еще не успел продлить. Это не важно. Встречайте заслуженный артист Узбекистана Обид Асомов. Ас-саламу алейкум. Барев дзис. Ну тогда здоровенький булый. Ну что, Обид, готов сдавать экзамен? Ну, учти, для того, чтобы стать нашим артистом, одного только чувства юмора мало. У меня два. Молодец, а? Даже глупости говорить так, как будто пошутил. Ну ладно, скажи, какую-то там, что ты приготовил, там, басню какую-нибудь, какую-нибудь там мартышкой очки угадал, а? Да. Ну и правильно, я тоже когда-то эту басню читал. Ну тоже ленивый был, неохота было другой басной читать. А ты какой-нибудь другой басня знаешь? Нет. Ну это ты напрасно зараза. Знаешь, сколько много новых басен появилось, современных. Вот, например, басня про наркоманов. Помнишь? Мартышка и торчки. Ну ладно, давай, Крылова, давай, рассказывай. Басня. Один мартышка старый стал. Ничего не видит. Ой, теперь его в лесу любой обидит. Ни программа посмотрит, ни умной книжки. Не может прочитать теперь мартышка. И вот этот мартышка пошел на дом к врачу, к патологу анатом. Тот ему на морду очки прописал, плюс три, и минус три для дала. И наш мартышка сразу два надел. И стал солидный, как министр дел. И загордился, сказал, что он теперь из всех зверей самый культурный звер. И обнаглел. Сказал, чтобы ему лев приходил бы убираться на дому. И лев пришел и чисто все убрал. Да самый мелкий кост его сожрал. Морал. Если на башке извилин дефицит, то не поможет даже стрептоцит. Молодец, молодец, Абит. Хорошо прочитал, да? И басня такая современная, поучительная, да? Просто рептоцит очень тонко. Да? Абит, ну а ты сам-то понял, чему учит нас эта басня? Нет. Молодец, честный. А этот басня учит нас тому, что даже самый умный мартышка все равно дурак. Потому что он обезьян. Понял, да? Нет. Ну и правильно. Нечем всякой ерундой голову забивать. Ну хорошо, Абит, а давай дальше. Вот что у тебя вообще есть? Может какая-нибудь песенка? Да. Абит, а ты кроме да и нет еще какие-нибудь слова знаешь? Да нет. Ну ладно, спой, Светик, не стыдись. Я не Светик. Не, ну только без обид. Я? Обид. Ну ладно, обид. Я тебя прошу, ну извини, ну спой какую-нибудь песню. У тебя есть народная песня? Ой, про фарфор. Про фарфор? Ты знаешь, что купишься? Ну давай, интересно про фарфор. Абит. Абит. Ой, дадай Эй, мороз, мороз Эй, мороз, мороз Ты свой шутка брос У меня уже Как уфа бирже Все, все, Абит, больше петь не надо Слушай, а это не ты в электричке С баяном ходишь, а? Нет Да ладно, я пошутил Я с гитарой хожу Да ты что, еще много зарабатываешь? Мало Ну, понятно, времена-то нелегкие Зато часто Ну, понятно Жизнь-то налаживается, да? Хорошо, Абит, скажи Может, какой-то стишок у тебя еще есть? Да Абит, а ты всегда такой Немногословный? Ой, почему? Я просто стесняюсь Я же не коренной москвич, как вы Я стесняюсь, потому что Столько люди сюда пришли Билет купил Специальный зал зашел На меня посмотреть Если вдруг я им не понравилось 700 человек По два помидора Будут на меня кидать Это знаешь, сколько будет Молодцы, а я не помню Ахарман тоже Натали, не я купил Ахарман Чуджок, но они Тоба же, пола Нет Вот я и пришел Люблю узбеков Зимой они быстро заводятся Ну ладно, Абит, успокойся Ну какое-нибудь стихотворение прочитай Ну про женщин, например Скажи, ты вот женский день уважаешь? Женский день? Я уважаю женский день Женский утро уважаю Особенно уважаю Женский ночь У меня даже женский стихотворение есть Про Татьяна А, ну Пушкин, конечно Классика Я помню тоже, когда я с Пушкина начинал Вот как сейчас помню Татьяне где-то Бог Послал кусочек А, не то, да? Ну, давай, давай, Пушкина, давай Наша Таня громко плачет Это ничего не значит Мячик утонул у Тани Блин, подумаешь, Титаник Слушай, а ты всегда такой жизнерадостный, а? Я что тебе сказал? Я стесняюсь Я публику боюсь Зачем? Не надо публику бояться А ты говоришь, давай серьезно какую-нибудь вот узбекскую песню привез Ой, куда не приезжаешь, сразу что привез Что привез У нас сейчас дыня нет, арбуз нет Сейчас у нас весна начинается Я хотел вообще плов принести Ну Ну, понимаешь, 4 часа летим, плов остынет Я песню принес Про узбекский плов Ну, давай Субтитры создавал DimaTorzok Абит Асомов На хвост из Узбекистана Спасибо